Всем привет! Сегодня 6 марта и сегодня у моей младшей девочки, внучки, день рождения 2 года. Я сегодня купила ей подарок. Вот такие ботиночки. Да, да, тебе тут тоже надо. Такие ботиночки, цена их 2115 рублей. Взяла вот такие ботиночки Юничел. На замке лакированные, это кожа. Челябинск делает Юничел. Очень даже неплохие. Не знаю, с размером угадаю, не угадаю. 23 размер. Не знаю. Дорогие стиль набрать уже не стала. Нога растет быстро. Так что вот такая вот моделька. Думаю, ей понравится. Такие вот хорошенькие. Ну, не подойдут, значит, другие будем смотреть. Так, это вот Юничел. Чек надо сохранить, мало ли что. Два года уже нам. Уже два года уже большие девчонки. Так, взяла, значит, в профи-центре сейчас скидка 50% на вот такие маски. Это пузырьковая омолаживающая маска для яйца с королевским гранатом Detox Energy. Это вот в профи-центре. Вот такую взяла. Цена ее 199. А вот эта улажняющая розовая гидрогелевая маска 249. Но если в сумме, то минус 50%. В общем, где-то 250 рублей я за них заплатила. Так, ну и вот такую еще взяла. Это Гарнье. Очищающий уголь. Суперлажение плюс матирует. Я очень часто беру такие маски. Очень мне нравятся. Ну, может быть, они и не помогают. Там, я не знаю, там, чтобы вот радикально. Ну, все равно, это лучше, чем ничего. Так, сейчас у нас... Я, значит, получила ответ от Оксаны насчет нашей поездки. В общем, еще никаких новостей нет от Бенны. Наверное, так будем говорить. Но нам будет предложено... Сейчас она займется, так скажем, подбором. Сумма зафиксирована в евро. Предложит другие отели. Какие, еще не знаю. Но, видимо, Бенна нас не хочет видеть. Другие отели, какие, еще не знаю. Вот сейчас у нее там небольшие проблемки. Тоже вот со всеми этими делами. Потому что туристы, видите, остались в каком положении. Какие отели, не знаем. Но она, видимо, знает, какие. Вот предложит. Так что жду теперь от нее ответа с нетерпением. Что же нам такое могут предложить. Я, конечно, боюсь, что за эту сумму нам предложат на меньшее количество дней, чтобы мне вообще не хотелось. Дальше вообще не понимаю, что будет. Просто не понимаю. Ну, пусть предложит то, что предложит. Мы посмотрим, выбираем. Я не думаю, что там будет, куда ты лезешь, куда ты лезешь. Ой, не урони. Не думаю, что там будет прямо такой выбор шикарный. Но что-то, видимо, будет. Да? Поедет мама нынче в Турцию? Или что? Или что? Так, получила я свои анализы. Все, все, сзади. Получила я свои анализы. Анализы хорошие. Так, иди. Иди отсюда. Анализы хорошие. Ну, как вам сказать? Подагры у меня нет. Слава богу, этой подагры, виагры нет. Чему я очень рада. Да, небольшие есть отклонения там в одном анализе. Во моче. Повышенное содержание уратов. Не знаю, что такое ураты. Но главное, что нету подагры. Диагноз поставили артропия. Вот. Чем лечиться? Лечения как такового я поняла, что нет. Просто нужно соблюдать диету. Нужно. Красное ничего нельзя. То есть, я вот не знаю насчет красных овощей и фруктов. Не спросила. Ну, в интернете все такое, знаете, противоречивое. Одни говорят одно, другие говорят другое. В общем, ни рыбу, ни мясо красную мне нельзя. Ну, вот, в течение месяца, через месяц нужно опять повторить анализ крови на мочевую кислоту и анализ мочи. Ну, в общем, в крови мочевой кислоты, Марик, мочевая кислота в норме. Ладно. Ну, спасибо и так, в общем-то. Что еще? Да, папа у меня, конечно, ковид дал свои, как сказать, побочные вот эти вот заболевания. Обострилась, как они, протрузии вдруг обострились. В общем, сейчас тоже проходит лечение. Назначено было очень много всего. И мы делали также процедуру РАНС. Как же это называется-то? Я делала два года назад. По Пономаренко, по-моему, процедура называется РАНС. В общем, это она очень хорошо помогает. Я вот с тех пор, по-моему, даже про спину и не вспоминала. Ну, вот сейчас ему такую сделали. Немножко болезненно было для него. Но, правда, сейчас лечение таковое. Какие-то уколы будут ставить в течение 50 дней, через день. В общем, когда он лежал в больнице, ему просто тупо ставили один диклофенак и более ничего. В общем, вот такой побочный результат дал ковид. Ну, не у всех. Вот у него ударило это на спину. На спину, естественно, ушло все в ногу. Нога постоянно болит. Непонятно. Ну, у человека даже в 74 года, вот ему будет 74 года, нет грыж. Что удивительно, да? Вот у меня она уже давно протрузии, так еще давнее. Наверное, я не знаю уже сколько, лет 15 эти протрузии у меня. Ну, вот, в общем, только одни протрузии. Но этим все равно они дают вот такие болевые ощущения. Ну, вот такие вот дела. Пришла с магазином. А нам вчера мужчины подарили, ну, небольшие такие подарочки на работе. А мне нельзя сладкое, кстати. Кстати, сладкое тоже нельзя. Вот какие-то конфеты. Импрессо, шоколад. Двухэтажные аж. Еще какие-то. Так охота поесть, вот. Но, увы. Ну, и алкоголь, соответственно, тоже нельзя. Никакой. А так мне хочется выпить немножко шампанского. Через праздничка. 8 марта. И у внучки день рождения. Так. Теперь говядину, свинину, никак. Переходим на индейца. Взяла индейки. У нас идейка по 250 рублей. В магазинах ячейка. Вот кто в Красноярске, обратите внимание. Такие неприглядные магазинчики, как павильоны, называются ячейка. Такая, знаете, альтернатива нашим мясным лавкам. Вот таким крупным. Очень подорожала морковь. Сейчас она стоит 107 рублей. Представляете, стоила 57. Я беру вот такую, всегда мытую. Ну, почему-то она мне больше всего нравится. Ну, вот. 107 рублей стала стоить. Так, что еще? Взяла вот такую ореховую заправку для салата. Тоже очень ее люблю. Сейчас на по акции. Что-то 27 рублей в ленте. Взяла, короче. Ну, опять же, мне это все соленое. Все эти соусы, маринады. Это мне нельзя. Надо как-то вытерпеть хотя бы месяц, что ли. Ну, я буду себя успокаивать семечками. Люблю вот такие семечки отборные, молодежные. Так, давайте сюда переговорим. Что мы еще тут взяли? Ну, сыр. Сейчас он тоже по акции. Эта цена, не смотрите, 699. Он сейчас стоит 499. Ну, такая, по-моему, рублей на 100, что ли, возьмула. Что еще? Как пойдешь в магазин, так все, пропала. Так, фасоль взяла. Ну, и хлеб. Больше ничего. Больше особо ничего такого не брала. Ой, падаю. Так, ну, что делать с индейкой? Что делать с индейкой? Тут, правда, у нее есть-то нечего особо. Ну, хотя нет. Вон, маленькая косточка есть. Ну, наверное, в духовке. В духовке сделаю булгур. Отварю. И булгур с овощами. Вот сделаю с фасолью мне. Тоже предпочитаю вот такой. Ну, вот такие вот дела. Хочу показать вам еще свою микрозелень. Я уже одну, один урожай, так скажем, уже срезала. Это редиска, я уже говорила. И, знаете, по вкусу вот эта зелень, вот действительно редиска. Вкус редиски. Вчера я еще посеяла. Вон, она уже начала проклевываться. И еще хочу купить и посадить. В общем, неплохая идея. Что-то меня это увлекло. Выращивание микрозелени. Хочется уже что-то зеленое. Ну, и здесь у меня сидят, все еще сидят упорно. Помидоры. Все-таки лучше, видимо, выращивать вот в таком вот парничке-контейнере. Видите, тут уже полезли еще листочки, уже настоящие. Ну, одна вот у меня сдохла здесь вот посередке, которая была. Но все равно. Вот что выживет, то выживет. Не знаю, огородник-то с меня еще тот. Все, надо было все-таки сажать вот так вот, в такую вот. Вот в этом вон контейнере они такие какие-то вот вообще никакие. Такие дохлые-придохлые. Ну, что будет. Цветочки вот у меня еще тут есть. В ленте очень большой выбор тюльпанов. И тюльпаны, знаете, все такие, ну, хорошие, прямо, прямо вот качественные, я бы сказала. Вот. Так что сегодня очень много народу, особенно возле тюльпанов, берут и берут. Вот в Командоре они, по-моему, букетик из пяти тюльпанов, 199 рублей. Ну, и таких, небольших таких, можно даже сказать, таких задохликов маленьких. Но какие побольше, они уже там и цена побольше, где-то уже 300 рублей, что ли. Ну, у меня такие. Всех с наступающим 8 марта. Поздравляю. Счастья, здоровья, удачи. Всего того, что вы себе желаете. Всех исполнений ваших желаний и путешествуйте, и путешествуйте вместе с нами.